6 декабря выходит патч 1.23 в игре мир танков это новогодний патч разработчики уже понемногу начинают подогревать игроков новостями про новый год а также я хочу еще вам рассказать какие прим танки могут попасть в новогодние коробки с вами варчик приветствую вас на своем канале сейчас подробно все вам расскажу итак появилась новость праздник скоро начнется показали там несколько картинок показали будущий ангар который будет украшен нашими нормальными украшениями показали новогодние бесплатные коробки которые можно будет набивать с 5 по 10 уровень с какими-то там ценными внутригровыми имуществами я так понимаю на каждом танке можно будет один раз за победу получить одну коробку одна коробка на один танк с 5 по 10 уровень а вот что в этих коробках будет узнаем позднее я надеюсь что эти коробки вообще никак не будут связаны с новогодними донат нами коробками надеюсь они будут совершенно отдельно друг от друга и никак не пересекаться хочу нормальные жесткие классные коробки донатные чтоб там было все по кайфу с наградами и новогоднее настроение было на высоте также показали нам новогодние лица это видимо члены экипажа которых можно будет получить на новый год здесь есть лисичка поэтому это 10 из 10 без вариантов ну и в принципе вот и все немножко нам приоткрыли завесу тайной новогодней и написали в конце ждите теперь я вам расскажу про танки которые могут попасть новогодние коробки конечно это мои предположения которые могут сбыться могут нет если все-все-все инсайды в кучу загребсти то можно понять что разработчики наверное еще до конца сами не решили какие именно танки там будут там примерно вот на 90 процентов решили остальное так бывает что последний момент что-то может измениться для нас потребителей в целом не важно когда изменится содержимое коробки прям перед самым выходом этого патча или чуть раньше или чуть позже какая разница самое главное чтобы содержимое коробки было классное я собрал целую кучу прем танков новых их кстати недавно стримеры показывали делали такую вот обкатку танков супер теста вы могли уже наверное заметить многие эти танки были показаны и можно было понять более-менее что они себя представляют но эти циферки еще не конечные начну с прям танков 9 уровня и первый танчик это панцеркомфаген тайгер маус 120 тонн в общем это какой-то тигра маус еще был вариант какой-то турбо тигра маус у которого два режима в одном режиме танк лучше стреляет но хуже едет в другом лучше едет хуже стреляет все как обычно по параметрам танк кстати не такой уж плохой 200 дпм 246 пробитие 530 альфа пробитие специальным снарядом 311 в принципе стандартная пушка для немецких тяжей высокоуровневых точность 035 сведения 2 и 3 кстати хорошее сведение неплохая стабилизация конечно отлично ее не назовешь но более-менее максималка вперед 32 назад 16 удельная мощность 10 орудия вниз опускается на 7 градусов это не так уж много но здесь заднее расположение башни броня кстати неплохая примерно 320 приведенки vld щеки у тигра мауса 300 миллиметров посередине вверху и внизу там даже 450 бывает то есть эти щеки даже лучше чем у самого мауса у мауса в щеке 280 а тут 300 но здесь есть лючок который 200 с хвостиком миллиметровый он легко будет пробиваться даже местами 170 толстые борта в общем принципе такой вот огромный жирный тяжелый танк 9 уровня премиумный немецкий выглядит даже не так уж плохо но этот геймплей конечно на любителя следующий танчик это объект 590 это прям танк советский средний 9 уровня и этот танк уже тестят я не знаю сколько лет но года два точно дпм-2 300 альфа 320 барабанное орудие на три снаряда точность 0 41 сведение 3 секунды перезарядка между выстрелами 4 секунды даже там 4 и 3 написано и это барабан с дозарядкой первый снаряд перезаряжается 8 и 3 2 14 и 6 последний 18 и 6 максималка вперед 52 назад 20 удельная мощность 17 с половиной орудия вниз опускается на 5 и в принципе понятно почему танк слабенький получается у нас большая перезарядка между выстрелами альфа маленькая орудие вниз не опускается сведение 3 секунды точность плохая так у нас еще и супер ужасная стабилизация хуже чем у многих тяжей даже у прошлого тигра мауса в разы лучше стабилизация у тигра мауса там 0 18 стабилизация а у этого танка 0 25 но этому танку очевидно нужно стабилизацию апнуть добавить 1 градус у вну точность улучшить и сведения поскольку тут все равно альфа 320 так еще и пробить а 225 на девятом уровне а специальный снаряд пробивает 268 причем это б башка и на супер тесте сейчас этому танку поменяли местами снаряды подкалиберы с б башкой то есть здесь алда была бы башка а подкалибер это типа стандартный снаряд их местами поменяли но все равно пробитие ужасное на мой взгляд если этот танк не апнуть то лучше не надо его никуда добавлять какой-то ужас и два года назад этот танк тестировали там видосы на ютубе можно найти и он тоже был ужасным да очевидно что надо просто его апнуть и не мучиться про броню объект 259 приведенки в нлд там 200 с хвостиком в лд 230 лючки по 100 миллиметров которые легко пробиваются и задняя часть башни тоже черкачом будет легко пробиваться танк не особо про броню переходим теперь к прем танком восьмого уровня ну и сейчас нашумевший такой наверно танчик это ису 122 2 это советский прем танк птшка двухствольная она тоже какая-то неоднозначная дпм 2 400 что вроде как нормально но альфа 390 для пт это не сказать что много пробития хорошие 258 бэбэшкой 300 кумулятивом сведение 1 и 9 точность 0 35 а вот перезарядка между первым и вторым выстрелом 6 хвостиком секунд при том что сам снаряд заряжается девять с половиной и первый второй это же двухстволка здесь можно стрельнуть залпом подготовка к залпу 2 секунды и после этого еще секунду орудия раздубляется орудие вниз опускается всего лишь на 5 градусов опять же здесь рубка расположена сзади орудия опускаться типа некуда стабилизация хорошая 0 15 а вот углы оризонтальной наводки 12 градусов левое вправо это мало танчик будет сложный но вроде как ездить от стабилизации в городе на ровной поверхности можно будет но простым его не назовешь вряд ли целевая аудитория так легко сможет его реализовать поскольку у ису 122 2 еще и так себе броня 200 даже нету 200 миллиметров в рубки и в лд у нас 130 миллиметров танк очень легко пробивается поэтому ну такое танк сложный следующий танчик это лтс 85 это советская лтшка 8 уровня дпм 1500 альфа 300 190 пробития бэбэшкой 250 пробить аккумулятивом точность 042 сведения 2 и 2 стабилизация очень хорошая 012 от поворота башни 006 орудия вниз опускается на 7 градусов максималка вперед 65 назад 23 удельная мощность 29 то есть это супер быстрый такой танк с офигенной стабилизации с хорошей альфой как для лт пробития в принципе обычная маскировка 15 6 на пустом танке это вроде бы обычная маскировка у лт 432 18 5 то есть маскировка у нас немножко хуже чем хотелось бы но в принципе мне кажется танк наверное не будет самым плохим среди лт для любителей легких танков может быть что-то на нем можно будет наиграть как на активном танчике таком он наверно просто внушительного размера и кстати брони у него в принципе нет в башне максимум там 100 миллиметров немножко щеки иногда будут рикошетить а так в целом 50 миллиметров 100 миллиметров башня да и все следующий танчик атака pzp 68 п вот такое вот название я не знаю как расшифровываются эти сокращения кпз это компанзер это понятно что такое про я не знаю дпм 1600 альфа 400 230 пробития 300 пробить аккумулятивом сведение 1.9 точность 032 стабилизация 025 так себе стабилизация и дпм ужасный перезарядка 14 секунд это танчик мне напоминает 122 тем только без брони у него вроде как есть какой-то ковш но в целом около 100 миллиметров получается в л.д. маска 160 щеки 160 200 у края маски только чуть больше там брони имеют и все в целом танк не в корпусе не в борту не в маске не в башне нигде брони особо нет там вот где-то вот на стыках на краях и все максималка 50 вперед 18 назад 17 удельная мощность орудие вниз опускается на 5 плюс 4 и того получается у нас 9 то есть тут танчик с гидропневмоподвеской ну такое себе 122 тм с броней этот без брони но лучше ездит ваза 113 2 2000 дпм 320 альфа 215 пробития специальным снарядом пробить и 265 сведения 2 и 3 точность 035 018 стабилизация 50 скорость вперед 15 назад удельная мощность 16 орудие вниз опускается на 4 градуса танчик очень сложно я видел как на нем ранее играет это грубо говоря какой-то 113 из башни от 140 из какой-то слабенькой пушечкой танчик слабоват надо бы что-нибудь ему добавить по броне в принципе она есть 240 там в л.д. 160 нл.д. 270 255 лоб башни щеки там под 300 лючки 160 200 миллиметров один лючок на макушке имеют 40 миллиметров ну как повезет и в бортах какая-то броня есть с экранами там со всей фигней но танчик все равно сложный танк в котором я в принципе более менее уверен что он будет в коробках это type 63 type 63 это японский тяжелый танк 8 уровня премиумный у него очень бумажный корпус но очень крепкая башня без лючков без всякой чепухи еще у него есть дырка под пушкой в башне дпм 2000 альфа 320 точность 027 после выстрела что ли она становится 036 когда орудие нагревается сведение 2 и 5 пробитие специальным снарядом у нас 290 с пробитием все хорошо стабилизация 018 средненькая такая стабилизация даже для такой альфы наверное плохенькая орудие вниз опускается на 10 градусов плюс 4 а вот вверх поднимается что-то слабо 5 плюс 4 здесь у нас еще и дробневная подвеска так понимаю есть еще и система охлаждения орудия когда орудие нагревается но стреляет хуже когда она остывает у стреляет лучше максималка вперед 35 назад 12 удельная мощность 15 до скоростным этот танчик не назовешь вроде как башня бронированная но корпус бумажный вроде как можно расстреливать врагов от башни с кайфом но альфа всего-то 320 что-то есть в этом танке прикольное интересное много новых механик но видно что танчик пытались остановить и не делать супер мега им бой также еще недавно была новость про новые прем танки и в этой новости еще было написано о том что апнули этот японский танк и он назад едет уже 14 километров а не 12 как тут написано также ему броню в лд апнули до 90 миллиметров и было 80 и также еще 100 хп добавили получилось 1500 видим что танчик немножко так приподняли а то уж сильно он задушенный был я думаю что этот японский танк type 63 добавят точно в новогодней коробке поскольку в следующем году 2024 в начале года где-то появится новая ветка тяжелых танков японских и этот прим танк как раз под эту ветку также недавно нам еще показывали 3 прим танка тяжелых чехословацкий тесты тяжелый там для ближнего боя такой французский тяжелый танк charlord ap 58 еще советский прим танк восьмого уровня к в 4 турчанинова вот это все прям танки новые за последнее время которые были три из них супер свежие что-то из них точно должно быть в новогодних коробках про последние три танка информации поменьше я думаю что те танки которые доведут до ума у нас пойдут в новогодние коробки ну и разбавят их конечно же какими-нибудь старыми интересными редкими танками какими именно до конца не понятно сомневаюсь что будет без 176 поскольку один раз уже обожились но если два раза ну конечно а почему бы и нет и старых могут добавить какие-нибудь танки которые продавались время от времени там кори или британский колесник будет ли что-то из старого редкого по типу бурасков шкода t56 сложно сказать как разработчики захотят так и будет низкие уровни я не стал там разбираться что там есть из нового что могут добавить будем с вами честны низкие уровни не так интересны поэтому не стал в них копаться не хочу растягивать видос чтобы он длился полчаса ттх этих танков меняется до конца нельзя сказать что какой-то из них будет ужасный или хороший я постараюсь как можно больше этих танчиков получить или на пресс-аккаунте покатать и вам показать как только у меня будет возможность я вам все покажу расскажу свое мнение какой из этих танков стоящий не стоящий и так далее всю информацию которую я нашел попытался вам рассказать пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока